В рамках затянувшейся выборной кампании сейчас вновь проходит период агитации в СМИ. Участники повторного голосования имеют равное количество бесплатного эфирного времени. Все как положено по закону. Рассказывает Виктор Лушников. К предвыборной агитации жители Хакасии, кажется, уже привыкли. Она началась еще в августе и неожиданно затянулась. Только участники сейчас другие, не те, что были, к примеру, на предыдущей неделе. Сегодня на пост главы республики претендует Валентин Коновалов и Андрей Филягин. Их имена будут внесены в избирательные бюллетени 7 октября. Утверждено количество избирательных бюллетеней. Оно остается прежним. Это 370 тысяч. Из них 60 тысяч на комплексы обработки избирательных бюллетеней. Бюллетени, подготовленные к 23 сентября, будут уничтожены. Печать новых обойдется примерно в 200 тысяч рублей. В общем же, повторный второй тур выборов главы Хакасии – это примерно 15 миллионов бюджетных денег. Избирательная система республики должна продолжать работать в строгом соответствии с законом, с теми нормативными акциями, которые вы в том числе и сегодня приняли, для того, чтобы обеспечить абсолютную легитимность избирательного процесса, проведение абсолютно прозрачных выборов с заверием граждан к их итогам. Также в соответствии с законом оба кандидата имеют право на равное количество бесплатных эфирных минут. Время выходов агитационных материалов в СМИ определяется жеребьевка. Ее провели сегодня. И уже со вторника у телезрителей появится возможность узнать, что предлагают Валентин Коновалов и Андрей Филягин для улучшения жизни в республике. Кроме роликов, предусмотрены и совместные агитационные мероприятия. Традиционно в прямом эфире дебаты будут транслировать каналы «Россия-1», «Россия-24», а также «Радио России-Хакасия». Выборная кампания в «Хакасии-2018» абсолютно заслуженно получила определение историческое. И согласно избирательного законодательства, государственная телерадиокампания уже в третий раз выделяет бесплатное эфирное время для совместных индивидуальных агитационных мероприятий, правда, уже для обновленного кандидатского состава. Поэтому я так думаю, что в ближайшие две недели жители республики посредством канала «Россия-1», «Россия-24» и «Радио Россия» будут иметь уникальную возможность еще глубже изучить программы нынешних кандидатов, ну и, наверное, определиться со своим выбором. Напомним, повторное голосование состоится меньше, чем через две недели, 7 октября, если, разумеется, не произойдет никаких неожиданностей. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия.